МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости дня в студии Максим Самойлов. О главных событиях региона расскажем прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два крупных ДТП за последние сутки. Есть погибшие. Сроки дорожного ремонта сдвинут на месяц. Губернатор объяснил, почему. Дело прошено. Суд продлил арест в отношении бывшего чиновника администрации Оренбурга. Опасную свалку в Неженке необходимо ликвидировать. Почему администрация сельсовета против? Сенсация в Белгороде. Волейболисты оренбургского нефтяника обыграли титулованного соперника. Начинаем выпуск с информации о происшествиях. За последние сутки в Оренбурже произошли сразу две серьезные дорожные аварии. Но по одной причине. Водители выехали на полосу встречного движения. Завершить маневр не успели. Есть погибшие. Авария под Сулелецком унесла жизни сразу троих оренбургцев. ДТП произошло в среду рано утром. Как выяснили полицейские, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там двигался тягач. От удара легковушка опрокинулась и слетела с дороги в кювет. В момент столкновения в иномарке находилось три человека. 40-летний водитель и два пассажира. 55-летняя женщина и 16-летний подросток. Еще одно серьезное ДТП произошло накануне вечером. На проспекте Гагарина участниками аварии стали сразу три автомобиля. Предварительно установлено, что 49-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. От удара легковушку отбросило назад, где она задела еще одну машину. Мужчина, который находился в корейской легковушке, скончался до приезда бригады медиков. В пресс-службе ОМВД сообщают, что по факту аварии проводится проверка. Сроки дорожного ремонта в Оренбурге сдвинут на месяц. Это касается работ, запланированных на следующий год. Об этом на своих страницах в социальных сетях заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Сообщается, что в настоящее время муниципалитеты начали подготовку к конкурсным процедурам по благоустройству территорий и капитальному ремонту дорог на 2021 год. Подобный подход позволит не тратить время на бумажную волокиту в разгар строительного сезона. Эту практику мы ввели в прошлом году. А с будущего года будем устанавливать сроки выполнения работ по благоустройству и капремонту, по крайней мере, на месяц раньше. Сейчас объекты завершают до 1 ноября, но реальный строительный сезон в Оренбургской области короче. В сезоне 2021 года муниципалитеты и будущие подрядчики должны учесть новые сроки и более ответственно подходить к работе, чтобы не выкраивать каждый погожий денек. Ранее в Минстрое региона озвучили ситуацию на проблемных объектах дорожного строительства. По данным на 5 октября, капитальный ремонт на улице Туркестанской выполнен на 55%, а улица Аксакова отремонтирована на 70%. Самый высокий процент завершенности на улице Правды, порядка 80% готовности объекта, на Комсомольской – 73%. В Оренбурге за сутки число классов, отправленных на карантин по коронавирусу, увеличилось до 73%, сообщает областной Минздрав. С начала недели их количество увеличилось почти вдвое. Пополнилось и число положительных тестов на коронавирус – плюс 119 за сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии перешагнуло отметку в 13,5 тысяч человек. Количество летальных случаев не изменилось, их 87. Порядка тысячи пациентов находятся на стационарном лечении, 140 из них в тяжелом состоянии. Из ковидных центров за день выписано 157 человек. Могут ли все школы области перейти на дистанционное обучение? Такой вопрос задают оренбургцы, обращаясь на горячую линию ОРТ. Сегодня в региональном министерстве образования дали пояснение по сложившейся ситуации. Школы делают все, чтобы работать в очном режиме. Безопасные условия организованы во всех учебных заведениях области, констатируют чиновники. Что же касается тех классов, которые оказались на карантине, то это пока не повод для паники. 40 классов, которые в настоящий момент вынуждены перешли на дистант, на фоне наших более чем 20 тысяч класс-комплектов, на фоне 8570 школ, это, конечно, количество очень небольшое. И это исключительно благодаря тем мероприятиям, которые в школах проводятся. Оснований для перевода класса на дистанционное обучение может быть всего два. Первое – по предписанию Роспотребнадзора, если контактных с заболевшими слишком много. Второе – если населенный пункт закрыт на карантин. Пока лишь одна школа находится на дистанте в селе Проскурино Бузулухского района. Напомним, с начала недели оно закрыто на карантин. Остальные учебные заведения области работают в штатном режиме. Владимир Путин сегодня отмечает свой день рождения. Президенту исполнилось 68 лет. Десятки поздравлений, в том числе и от лидеров других государств, сегодня принимают в Кремле. В Оренбургской области Владимир Путин был шесть раз. Всю хронологию визитов вспомнила моя коллега Наталья Мороз. Исторические кадры 19-летней давности – 2001 год. Первый визит президента России в Оренбурге. В областной центр Владимир Путин приезжает 9 октября, сразу после своего 49-го дня рождения. Здесь глава государства проводит заседание Президиума Госсовета. Осматривает опытное поле Аграрного университета. Возлагает цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне. Без официального костюма и галстука, но с важной миссией. В 2009-м в должности председателя правительства России Путин вновь в степном крае. Главная тема – засуха. Оренбургская область вошла в число наиболее пострадавших регионов. Несмотря на кризис, понимаете, у нас кризис, и так дефицит бюджета. Но мы все равно имеем возможность вам поможем, имея в виду прежние наши запасы. Но они тоже исчерпаемы. Поэтому у нас каждый сегмент экономики, в том числе и сельское хозяйство, по всем направлениям, должно быть стабильно и надежно. Сама система должна быть надежна. Январь. Аэропорт Оренбурга. Через два года Путин снова прилетает с рабочим визитом. На этот раз премьер-министр говорит о развитии сферы госуслуг, посещает многофункциональный центр, а посты встречается с оренбургцами. За полтора часа он услышивает семерых человек. Когда мы говорим о том, что нужно создавать приличные образовательные центры, ну, школы, имеем в виду, что там качество преподавания будет выше, чем в малокомплектных школах. Но для этого нужен транспорт и хорошая дорога. Масштабное учение «Центр-2015». Глава российского государства совместно с военными наблюдателями из Северной Кореи, Японии, Чехии, Казахстана, Италии посещают Донбургский полигон. После здесь же проходит заседание военно-промышленной комиссии, где знакомится с новыми образцами стрелкового оружия. – Вы на старой машине? – Так точно. – Можете сказать? – Могу стрелить. Я год служил на старой машине и полгода служил на новой машине. 2016-й. Самый душевный визит. Эти кадры облетели весь мир. Президент сменил костюм на удобную форму. На квадроцикле осматривает территорию государственного природного заповедника Оренбургский, а после выпускает лошадей Пржевальского. – Лаванда моя хорошая! Аюшки! Ай вы мои золотые! В 2019-й. И вновь военная техника на Донбургском полигоне. Шестой визит президента. Владимир Путин оценивает ход военных учений. Центр 2019. А после – полевую кухню. Мясным хлебом делится со своим коллегой, главой Киргизии. – Где пекарный? – Вот, да. – Вы делали отмечку, да? – Тоже. – Спасибо. – Спасибо. Шесть визитов Оренбургской области за два десятилетия. Из эпидемиологической обстановки график поездок президента сокращен. Как сообщают в Кремле, сегодня свой день рождения Путин проведет дома, в кругу близких и родных. Наталья Мороз, Маргарита Бакирова. Новости дня. Дом. Дом. Другим новостям. Сергей Прошин останется под домашним арестом до 4 декабря. Такое решение принял Ленинский районный суд Оренбурга. Бывший чиновник администрации Оренбурга подозревается в присвоении денег в особо крупном размере. Его задержали в феврале 2020 года и до апреля Прошин находился в СИЗО. Затем ему изменили меру пресечения на домашний арест. Дело Сергея Прошина включает в себя три уголовных статьи. Мошенничество в крупном размере, хищение и получение взятки. По данным следствия, в 2017 будущий начальником управления по организации дорожного движения подписал договор на поставку светофоров для города Оренбурга с предпринимателем. Средство, которое он получил из бюджета, направил на банковский счет родственника. Опасную свалку в районе Нежинки необходимо ликвидировать. Несколько раз в эфире ОРТ мы поднимали тему несанкционированного мусорного полигона. Он находится в непосредственной близости от аэропорта и создает реальную угрозу полетам самолетов. Транспортный прокурор области подал в суд на администрацию Нежинского сельсовета о необходимости расчистить территорию. Но ответчик не согласился и решил обжаловать иск. Шестой касационный суд общей юрисдикции поставил точку в этом деле. Подробности у Анны Немых. Вот так эта свалка выглядит на снимках со спутника. Белые, серые, коричневые участки – это груды мусора, которые копятся здесь десятилетиями. С каждым годом размеры несанкционированного полигона увеличиваются. А началось все с салибастрового карьера, который появился в 50-х годах прошлого столетия. После закрытия огромный котлован быстро приспособили под мусор. Глубина больше 50 метров, и жители привыкли с тех времен еще ввести туда мусор. На сегодняшний день свалка закрыта. У нас в селе работает ООО «Природа». Что-то они собирают мусор, но много мусора, тот, который скопился в селах. В это приходится людям свозить сюда и строительный мусор, и другие сопутствующие сельско-жизнеотходы. Свой весомый вклад вносят и осенизаторские машины. В Нежинке нет канализационных сетей, поэтому все фекалии из года в год оказываются здесь. Уже образовалось два зловонных озера. Шлагбаум из проводов и ограничительные надписи «Непреграда». Есть на свалке и свои обитатели. Это птицы. О том, насколько опасна встреча с пернатами, в Непонаслышке знает Петр Клементьев, недавнем прошлом штурман. Не раз при наборе высоты, либо заходе на посадку, он встречался со стаей пернатых. К счастью, обходилось без авиапроисшествий. Но в начале 2000-х их было не так много, как сейчас, признается. Есть еще одна большая проблема. Свалка часто воспламеняется. Так, с 3-го на 4-е, 07-го 2018 года, с часу до 5-ти утра, возгорание пламя высотой более 100 метров. Это зафиксировано. Это где-то? Здесь, вот отсюда, вот отсюда, взрыв произошел. Это зафиксировано руководителем полетов в аэропорту Центральный. И далее, в 8.30, запах гари, дым ухудшил видимость на полосе. Полигон находится всего в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Поэтому представляет реальную угрозу самолета. Транспортная прокуратура подала в суд на администрацию Нежинского сельсовета. Чиновников признали виновными и потребовали ликвидировать несанкционированный полигон. С предъявленными обвинениями ответчик не согласился. Подал апелляцию. Оренбургский районный суд, а затем инстанция выше, 6-й касационный суд, оставила решение без изменения. Судебная коллегия по административным делам 6-го касационного суда общей юрисдикции согласилась с выведами решения Оренбургского районного суда и апелляционного определения Оренбургского областного суда, оставив их без изменения, а касационные жалобы административных ответчиков без удовлетворения. Только по предварительным подсчетам на полную ликвидацию этой свалки понадобится около 300 миллионов рублей. У администрации сельсовета есть 10 дней на обжалование и этого решения. Анонимых Владимир Зволинский, Новости дня. Далее в программе новости спорта. Три золотые медали на Кубке России в Обнинске завоевала Оренбургская пловчиха Мария Каменева. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Егеничу. Спасибо, Максим. Каменева уже приучила нас, что на соревнованиях любого ранга не останется без медалей. Ведь она один из лидеров национальной сборной. Отрадно другое. Мария ярко выраженный спринтер, и победы на стометровках, кролем и особенно на спине были ожидаемы. А вот золото на дистанции 200 метров вольным стилем стало приятным сюрпризом. Не меньшим, чем героическая победа волейболистов Оренбургского нефтяника в Белгороде. Во втором туре чемпионата страны новичков Суперлигии экзаменуют один из самых титулованных российских клубов Белогорье. Ожидаемого в начале хозяйского натиска не получается. В стартовой партии команды идут ровно. 10-10, 15-15. Лишь в концовке львы, такое прозвище у местных волейболистов, отрываются в счете 25-20. Оренбуржцы во второй партии отвечают зеркально. Равная борьба и до середины третьего сета, когда белгородцы включают форсаж и с легкостью убегают вперед. 25-14. Следом уже гости демонстрируют образцовую игру в атаке и бетонный блок, а хозяева допускают множество ляпов. Общий счет вновь равный 2-2. А в решающей партии немногочисленные болельщики получают бурю эмоций. Хозяева организуют серьезный задел на тайбрейке 7-2, 8-3, но нефтяники сдаваться не хотят. По словам главного тренера Владимира Викулова, вгрызаются в каждый мяч и постепенно сокращают отрыв. Решающий эпизод возникает в самой концовке при счете 14-12 в пользу Белогорье. Затяжной розыгрыш вроде бы приносит успех львам, однако Викулов берет видеопросмотр и судьи действительно определяют касание сетки блокирующим игроком хозяев. Бал присуждается нам. И в следующей расстановке воодушевленные оренбуржцы набирают 3 очка подряд. 16-14. Вытаскиваем безнадежную партию и становимся авторами главной сенсации тура. Уже в среду в Новосибирске нефтяник встретится с чемпионом страны Локомотивом. Матч в Москве. Велес-Оренбург становится центральным в 13-м туре первенства футбольной национальной лиги. Встречаются команды из лидирующей четверки. Игра удается на славу. Уже на четвертой минуте счет открывает защитник Оренбурга Сиваков. Он наносит неотразимый удар головой, увы, в свои ворота. На поле идет открытый футбол с массой опасных моментов. Незадолго до перерыва хозяева дважды бьют практически в упор. Гостей спасает голкипер Климович. Тут же оренбуржцы исполняют два удара подряд. Теперь отбиваются москвичи. А в самом начале второго тайма шансы уравниваются. Это невысокий Прудников мастерски играет головой. Выиграв противоборство на втором этаже, он отправляет мяч в нижний угол ворот. По истечении часа игры происходит ключевой эпизод матча. Получив от Чуканова шикарный пас в разрез, Прудников выходит один на один и переигрывает вратаря. Мяч катится точно в угол пустых ворот. Куда его зачем-то добивает бегущий в метровом офсайде Фоми-Е. Вот так ошибка ганского легионера лишает Оренбург чистого гола. В следующей атаке Шкофлик бьет головой, казалось бы, наверняка. Теперь настает очередь вратаря Велеса, городового, выручать своих. В компенсированное время опасный момент у хозяев и опять же после удара головой. Статистика в нашу пользу. Владение мячом 65% на 35, удары в створ 9-3. А на табло ничья 1-1. И соперник мог выиграть, и у нас были хорошие ответные атаки. В целом, я еще раз говорю, ну, скорее всего, игра ничейная. Оренбург играет в ничью четвертый раз подряд. И хотя по-прежнему возглавляет таблицу, от былого отрыва не остается почти ничего. Все преследователи дружно выигрывают и подбираются практически. Следующий матч у нашей команды домашний. В пятницу будем принимать находящийся ровно в середине таблицы СК «Хабаровск». Максим. Анатолий, спасибо. Еще больше спортивных новостей в дальнейших выпусках программы. А я напоминаю, на нашем официальном сайте вы можете вернуться к обзору событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин